21 век можно по праву считать веком, когда информационные технологии укоренились в жизнь людей на 100%. Уже редко какая профессия обходится без обмена данными посредством интернета. Кроме того, в повседневной жизни мы очень часто используем платшеты, смартфоны, компьютеры. В разы возросла нагрузка на зрительный анализатор. Соответственно, возросло количество людей, которые имеют так называемые аномалии рефракции. Рефракция – это преломление света в глазу. Тот путь, который свет пройдет, прежде чем попадет на сетчатку. Этот путь может быть правильным. Тогда человек видит вдаль единицу и не совсем правильным, когда свет фокусируется за сетчаткой или до нее. Эти состояния в зависимости от фокусировки света называются близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Смоделируем ситуацию. Человек молодого возраста плохо видит вдаль, испытывает напряжение при работе за компьютером, вождение автомобиля, очки и контактные линзы не устраивают, не дают желаемого качества жизни. Что делать в таком случае, куда обращаться за ответом? Мы обратились к специалистам офтальмологической клиники «Новое зрение» в Бресте. Илья Петрович Снопок. Врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологии сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. На этот вопрос офтальмологи дали ответ уже давно. С появлением эксимерного лазера появилась возможность менять профиль роговицы, передние линзы глаза с микронной точностью. Программируемо меняя профиль, мы меняем фокусировку света в глазу. Современные лазерные установки позволяют нашей клинике оперировать пациентов с близорукостью до минус 20, исправлять дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и более. Для решения этих задач в новом зрении есть три очень эффективных инструмента. Узнаем о них подробнее. Первое. В клиниках новое зрение используется система продвинутой двухэтапной кератотопографии. Кератотопограф – прибор, снимающий показания с передней и задней поверхности роговицы. На основании этих данных строится карта перепада высот, виртуальная модель оперируемой структуры. Также эти данные, передаваясь далее по локальной сети в лазерную установку, позволяют максимально точно сформировать профиль абляции. Ту программу, на основании которой лазер будет формировать новый профиль роговицы. Количество и качество информации, собранной топографами, напрямую влияет на послеоперационный результат. Второй инструмент – это ксимеролазерная установка последнего поколения с максимально актуальными апдейтами. После первого этапа расчёта и изучения оперируемой структуры в дело вступает лазерный луч. Задача лазера – сформировать новый профиль роговицы с максимальной точностью и минимальной травматизацией окружающих тканей. В клинике применяется метод холодной лазерной коррекции. Благодаря физическим свойствам, генерируемого нашей установкой лазерного излучения, полностью отсутствует травматизация окружающих тканей. Что это даёт пациенту? Максимально сокращённый период реабилитации и возможность вернуться к привычному образу жизни как можно раньше. Третий инструмент – это инновационная система 3D-визуализации. В 2019 году эту систему сеть клиник «Новое зрение» впервые в странах СНГ интегрировала в операционный процесс. Данная технология позволила дать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционном. Интересно узнать, как это работает? Инженити Visualization System представляет собой две видеокамеры, как два глаза у человека высокого разрешения, 55-дюймовый монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон светопередачи. Это разница между самым светлым и самым тёмным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Полученную картинку камеры передают на монитор. А хирург в 3D-очках видит объёмное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей, которая при необходимости может быть увеличена или преобразована спектрально в другое, без малейшего учерба для качества и обзорности. Доктор, в зависимости от клинической ситуации, может применять различные фильтры, которые помогут ему увидеть самые мелкие структуры на операционном поле. Несомненно, что доктор, работая с этой системой, получает весомые преимущества, и, конечно же, пациент переносит операцию гораздо лучше. Почему? Наилучшая обзорность во время микрохирургической операции – залог хорошего результата. Работает принцип – что ты видишь, то ты и получаешь. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом, максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга оптимизированы и точны. Высокий результат – это слагаемая работа не только оперирующего хирурга, но и в целом операционной бригады. Благодаря тому, что все, кто находится в операционной, получили возможность видеть этапы операции, возросла слаженность и быстродействие персонала. Отдельно отмечу то, что новые системы визуализации способны работать при очень низком световом потопе. То есть они не ослепляют пациента во время операции, снижается световая нагрузка на структуры переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке. В итоге мы полностью побороли такое явление, как фототоксичность. Теперь лазерная коррекция – это минимальный стресс для глаза. Лазерные установки вкупе с диагностическим оборудованием последнего поколения на основании собранных данных позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и благодаря искусственному интеллекту просчитывать ход операции до её проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений. Итак, систему 3D-визуализации для хирурга можно сравнить с радаром, который ведёт пилота в темноте. Но какие возможности предоставляется в клинике «Новое зрение» для пациентов? Как попасть в кабину высокопрофессионального пилота-хирурга? Процедура лазерной коррекции пользуется большим спросом. Для удобства пациентов мы сделали гибкий график операционных дней. В нашей клинике это четверг, пятница, суббота. Особо хочу отметить то, что в клинике всегда есть рефракционный хирург. И при возникновении форс-мажорных обстоятельств, допустим, пациенту что-то попало в глаз после операционного периода, он может осмотреть и помочь в любое время – 24 часа, 7 дней в неделю. В совокупности уровень оснащённости нашей клиники, опыт и подготовка хирургов позволил нам приблизить сценарий выздоровления пациента за один день. Пациент решается сделать операцию, обследуется. В тот же день при отсутствии противопоказаний оперируется и уже к вечеру получает результат. Я хотела вернуть себе зрение. Из-за работы тяжёлой, учёбы в последнее время вообще я потеряла страту зрения. У меня было минус 4, в пятницу мне сделали коррекцию. Сейчас уже понедельник, у меня единица, я всё хорошо вижу. Вот, очень счастлива. Когда я встал, я был немного в шоке, потому что сразу всё стало таким чётким. Я этого врача, который меня на кушетку лазил, не узнал. У неё лицо стало просто таким, знаете, я не знаю, как это описать, очень чётким. Все врачи-хирурги, которые там стояли, лица всех стали видны потрясающими. Вот там надпись сразу стала видна, невероятная. На данный момент в клинике действует специальная акционная цена на лазерную коррекцию. Это 500 рублей за один глаз по любой методике. Все усилия докторонного воззрения направлены на то, чтобы сделать современные технологии для жителей Бреста и области ещё ближе географически и, что немаловажно, материально.